На единый день голосования в Беларуси уже аккредитованы 3959 национальных наблюдателей. Активно продолжается сбор подписей. В окружные и территориальные избирательные комиссии поступили документы о выдвижении кандидатами в депутаты Палаты представителей от 27 граждан, в местные советы от 5747. Выпускники профильных классов смогут поступать в университет вне конкурса. Определённые льготы касаются педагогических, аграрных и военно-патриотических направленностей. Второй этап репетиционного тестирования, напомним, уже стартовал. Испытания организованы по 15 предметам за курс общего среднего образования. Беларусь побила всевозможные климатические рекорды за 2023. Зимой в среднем выпало 152% от нормы осадков, что сделало сезон самым влажным с 1945. Месяц май оказался наиболее засушливым, а сентябрь получил звание жаркого. Температура колебалась от плюс 20 до 27. 13 числа был зафиксирован наивысший показатель 25 градусов выше нуля. Городской ЗАГС поделился самыми популярными детскими именами за 2023. Женский топ-5 – София, Ева, Анна, Ксения и Дарья. Мужской – Марк, Артём, Матвей, Михаил и Тимофей. Не обошлось и без экзотики. Ряды мальчиков пополнили Увайс, Ливон, Иоанн и Добрыня. Среди девочек нашлись Афина, Жасмин и Теона. Бобруйский городской исполнительный комитет информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Приём заявлений по 12 января включительно по адресу улица Ленина 1, кабинеты 101-102. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома.